Продинку надо бы устанавливать на эти системы, на большие. Что у нас получается? Что на площадке нужна 12 на 30 метров. Если мы размещаем вот эти продельники, мы ставим, занимаемся площадью 14,7. Это ваша стоимость, продельник. Экономим место. Банально. И соответственно параметры, обратим внимание, что мы здесь работаем на 37. Саша, как говорится, 25 не посчитали системы. Температура окружающей среды 37 градусов, а температура мокрого термометра здесь расчетовала 23. Соответственно данные понятны и ясны. Ну и соответственно опять же повторюсь, работа фриколинга. Фриколинг у нас начинает работать раньше. Из-за этого мы с вами не получаем совокупности вот этих всех вещей. Это использование растительных гарантий, использование затопленных испарителей, использование частотных регуляторов. Иначе работа фриколинга раньше всего на 3 градуса Цельсия позволяет нам электроэнергии потребления снизить суммарно где-то приблизительно на 70%. Если мы выбрать эту топовую систему. 70% вы сами видели какие-то огромные деньги. Вот, но хочу вам заметить, что вот то, что я сейчас рассказываю, что вот это, когда я презентацию делал, на соте 2011, некоторые коллеги тут ходили, ребята спрашивают, говорит, ох, термокурту, привет, на этом, поедете, дорогие, все это тегля. Но, понимаете, на самом деле, одну вещь, что когда вы смотрите, вот там, Дим Мацкевич, выкладываете на своих сайтах информацию о супер-дата-центрах, в Лас-Вегасе, вот об этих, обо всех, которые EPC делает, там, совместно, там, со всеми, со всеми человеками, никто не смотрит внимательно. Если вы смотрите внимательно, вы просто не видите какие-то вещи. Вот, грубо говоря, мы с вами смотрим, вчера у Ютима скачал сайт, презентации, 9-минутный ролик, который был, дата-центра свитча, вовсе, висит там. Ну да, сейчас смотрим. Да, они же, как рассказывают, эффективность, владение дешевое, все супер, а почему? Не потому, что они применяют, блин, машины на прямом кипении, не за того, что они применяют драккулера, они применяют обычные вразительные дракцины, вон, вак, стоит, самый дешевый вариант, это еще свитчер, более-менее, там, когда смотришь, там видно, что там такие-то компрессорики стоят, а какой-то последний, там, дата-центр, поля крутой, там, самый такой супер, да, я так смотрю, его сбоку проводят, там стоят градильные лапки, и, правда, рядом прям такие леды спиральных брасаров-копланы стоят, я так думаю, ничего себе, там вообще самые простые системы коллоснабжения, самые простые, самые элементарные. В данном случае применение вот этих градильных, у вас видно все, золотая жила, температура окружающей среды там 40 градусов, температура мокрая, темолитная, там вообще, градусов 17-16, они там и фигачат на них, у них энергопотребление, копейки. Да, а когда нам у нас начинают рассказывать, там, почему, давайте мы поставим его на блочный чиллер на улице, мы там еще сделаем систему фрикули, а потом трубокоры горят надето, да? А ведь? Потому что на самом деле, даже тут же не сейчас, как трубокоры, его разрабатывали, зачем? Его разрабатывали только специально, не делали его в Австралии, не делали его специально, когда растительный градильный, в большинстве строек, да? Никакие монобочки, не надо этого делать, да? Никакое исполнение вот этих чиллеров там с фрикулиров со встроенным, давайте поставим их полярных, чиллеров, еще рядом же фрикулиров, сейчас поставим, как все дерево не растает, он сам дорогой в ренту, и у нас будет отдельная фрикулировка, будет все хорошо, не надо этого делать, проще, что делается обычный маш-зал, сверху, снизу ставятся чиллера, сверху ставятся градины, и вперед, и не мы это придумали, это придумали наши деды и отцы еще давно, кто-то, мы забыли, люди не забывают, спокойно на этом хорошо работают и зарабатывают деньги.